Ребята, всем привет! Это вторая часть интересных возможностей в оболочке MIUI 10. Первая часть вам зашла, в комментариях вы проявили активность и это значит, что пора рассказать об очередной порции фишек оболочки, которыми нужно пользоваться и без которых из своего Xiaomi не выжмешь соки. Интересно? Ну тогда погнали смотреть! А перед тем как мы перейдем дальше, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для своевременных оповещений о новых видео на канале. Первое. Это ранее обновление. Ребят, я думаю, что тут для кого-то тема заезженная, но для кого-то это будет новинку. И что даст эта фишка? Теперь после активации этой возможности вам будут приходить выборочные обновления. Кстати, напишите в комментариях, помог ли вам этот лайфхак или все-таки нужно по старинке менять регион и ждать у моря погоды, когда придет новое обновление. При этом у выборочных прошивок могут быть баги, поэтому имейте это в виду. Второе. Смена стиля часов на экране блокировки. В разделе блокировка и защита нам добавляют некую кастомизацию, которая позволит нам немного разнообразить свой салями фон, дабы как-то почувствовать что-то новое. Конечно, полную кастомизацию можно выполнять только на локализированных прошивках и сток в этом плане проигрывает. Но за такую возможность со сменой стиля часов, спасибо разработчикам. Ожидаем в дальнейшем новых фишек для улучшенной персонализации интерфейса. Третье. Фиксатор фокуса в камере. Что оно такое? Чтобы у нас при фото или видеосъемке не прыгал фокус, или чтобы баланс белого не скакал туда-сюда, применяется фиксация фокуса. Для этого нам нужно выбрать необходимый объект, нажать на него, будет белый кружок после чего, который нам покажет саму фокусировку. После этого выполняем удержание пальца на этом кружке и получаем уже желтый круг, который находится под замком. После этих действий снимать станет действительно лучше. И бонусом тут мы еще получим ручное управление балансом белого. Четвертое. Калькулятор в компактном виде. Пока это фишка для китайских прошивок, но я думаю и до глобалок это тоже когда-то дойдет. И в чем тут смысл? Заходим в калькулятор и в верхнем левом углу видим значок, который позволит нам уменьшить приложение. После этого получаем оконный вид самого калькулятора и плюсом тут будет то, что мы сможем поиграться с прозрачностью содержимого. Согласитесь, выглядит очень прикольно и практично. Ну а в комментариях напишите свое мнение насчет этого. И последнее, пятое. Быстрая очистка заметок, когда мы их создаем. А тут как нам это сделать? Открыли заметки, что-то написали и нам нужно ее быстро очистить. Двумя пальцами снизу вверх протягиваем, видим прикольную анимацию и очистку текста. Поставьте лайк, если не знали об этом. На сегодня у меня на этом все. Надеюсь, подборка фишек из MIUI 10 в формате двух частей вам понравилась. Если будет еще что-то интересное, я вам обязательно расскажу. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT. Все это находится там. Переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. Ну а также не забудьте поддержать это видео лайком. Сегодня с вами был Илья. Всем до новых встреч!